Музыка Здравствуйте всем! И это второй обзор телефона Samsung 5230 Star. Получается то, что я в первом обзоре недопоказал, я вам покажу в этом. И давайте сейчас включим телефон, удержим эту кнопочку и включаем, заходим в меню. И смотрим мои файлы. Давайте посмотрим там видео, картинки и музыку. Ну давайте послушаем музыку. Вот любую песню зайдем и сейчас послушаем как она звучит. Сейчас включим, перемотаем и погонщим. Ну в общем хорошо звучит музыка, да? Вот так она звучит. Давайте теперь посмотрим видео. Как видео смотрится. Ну давайте зайдем в клип и зайдем в клип. Можно смотреть в общем вот так видео. Сейчас потом еще включим. А можно и вот так. Это будет на весь экран. Ну в общем хорошо смотрится видео. А теперь давайте посмотрим картинки. Все-таки как картинки выглядят у нас. Вот давайте зайдем в животные и посмотрим. Ну можно вот так вот листать получается картинки. Вот так. А можно и вот так листать. Ну смотрите, это уже на весь экран как бы будут картинки. Если мы сделаем вот так, то будут в эту сторону картинки перемещаться. Если сделаем так, сами, то в эту будут сами перемещаться картинки. В общем все понятно. С этим все понятно. Так, что мы еще посмотрим? Заходим в главное меню. Давайте-ка посмотрим будильник. Что у нас в будильнике? В будильнике у нас получается вот все будильники, какие у меня уже есть выставлены. Давайте посмотрим. Вот имя будильника. У меня просто сигнал 1. Время сигнал. Это получается мы выбираем время, какое будет у нас звонить этот самый будильник. Потом повтор сигнала. Это то есть в какой день у нас будет звонить. Можно поставить все. Можно выбрать какой ты хочешь день. Там поддельник, тоник, среда. Дальше мы нажимаем вот здесь. Здесь музыку выбирать. Вот какая будет музыка звучать. Насколько громкость. Ну и потом сохранить. И сохранится этот самый будильник. Вот так. А также давайте-ка посмотрим приложения. Что у нас есть в приложениях? В приложениях у нас есть получается радио, FM-радио. Ну сейчас мы конечно его не послушаем, потому что нету новостников. А так звучит оно отлично. Также есть здесь игры и программы. Потом у нас тут есть диктофон. Потом у нас здесь есть таймер, секундомер, синхронизация, блютуз. Нажимаем на вот эту посередине кнопочку и включается блютуз. Сейчас я вам покажу. Вот он получается включился. И вот здесь появляются все блютузы, с какими я соединялся. Вот на второй странице. Это те блютузы, которые не влезли. Вот. Ну один только. Вот так получается выключается блютуз. И мы выключили блютуз. Вот так. И давайте я вам покажу еще эти смс-ки. Как писать смс-ки. Да. Это мои вот смс-ки. Они будут выглядеть вот так. А как именно писать смс-ку? Вот новая смс-ка. Ну и вот так вот писать. Вот здесь кнопочки. Ты нажимаешь на любую кнопочку. Вот так допустим. И пишется эта самая смс-ка. А если ты перевернешь телефон вот так, то будет клавиатура, как на разных КПК, там смартфонов, айфонов. Вот так, да. В общем, все вот так вот понятно. А также можно еще писать смс-ку ручной ввод. И это получается ты пишешь вот так вот. Видишь там. П. С. Там не знаю. Т. У. З. Ой. З. Получилось. Ну вот так вот можно и писать. Давайте теперь я вам покажу память. Сколько памяти на этом самом телефоне. Получается память мы смотрим вот так. Заходим сюда. Мои файлы. И нажимаем обязательно телефон. И вот здесь появляется состояние памяти. Мы нажимаем. Вот эта память получается вся телефона. Но мы хотим посмотреть карты памяти. Нажимаем здесь карту памяти. Вот мы видим всю память. Вот это получается память музыки. Вот это. Она больше занимает. Потом занимает видео. Потом картинки. И на последнем другие файлы и папки. Ну вот так вот. То есть наоборот папки и другие файлы. Вот так вот. И выходим вообще есть. В общем я все да показал в этом телефоне. То что хотел. Больше. Обзора. На этом телефоне общего. Уже не будет. Ну что ж. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комменты. Увидимся.